Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с нами очень важный для меня человек, который пробил брешь в Железном Занавесе, и благодаря ему многие из нас вкусили свободу, Рав Йосиф Менделевич. Я приветствую вас! Шалам и Рушалай! Привет из Иерусалима! Замечательно, что привет из Иерусалима! Я должен сказать, дорогой Рав Йосиф, что прежде всего я представляю вас со своего учителя, просто позволяю это себе, поскольку я очень многому у вас учусь. Хочу вам сказать, что вот буквально несколько минут назад мне позвонил один близкий очень друг из Москвы. У нас с ним произошла такая удивительная, так сказать, беседа. Я ему говорю, где вы находитесь? Он говорит, я в Москве. Я говорю, ну, вы в столице великой державы. И тогда он сказал нечто о положении сегодняшнее, так сказать, политическом, чем, что я не буду цитировать ради его безопасности. А я ему сказал, а все, что вы хотели сказать, я это вложил в слова. Вы в столице великой державы. В этой великой державе вас, возможно, прослушают. На что он мне пошутил. Я сказал, те, которые прослушивают, согласны с тем, что я сказал. Понятно, что КГБ, да, и наверху в политбюро знали больше и лучше, чем мы, и в те годы о том, что происходит. Но вот это двойная мораль и даже более того человеческая слабость. Видите, потребовался мальчик, который, можно сказать, король голый. Хотя все знают и молчат. Каждый делает свой расчет. Поэтому я таких людей больше всего опасаюсь. Людей, которые кривят своей душой ради каких-то, или своих слабостей, своих личных интересов. То есть вы имеете в виду, держит дулю в кармане? Он живет с этим. Да, он понимает. Он понимает. Вы знаете, был интересный случай с Яковом Сусленским, тоже узником Сиона покойным. Он рассказывал, что на допросе его следователь, это было в Кишиневе, капитан Мамалыга, он вел разговоры по телефону во время допроса со своими товарищами. Что-то достать, что-то пробить, кому-то дать в лапу. Ну, специально, чтобы показать, хотя разговор был естественный, нормальный, так он ведет себя, он хотел продемонстрировать, на что ты веришь вообще, о каких идеалах ты говоришь. Да мы все это понимаем. Давай привыкать жить, как мы. Мы все понимаем, что нет никаких идеалов, нет ни ленизма, ни марксизма. Но мы живем с этим. И будь ты же такой, как мы, не будь умнее нас, тебе это не поможет. Мы все это знаем, все, что ты хочешь сказать, мы знаем заранее. Такой очень сильный цинизм, который может действительно человек, который пришел с пафосом говорить что-то, и вдруг, значит, вот оно оказывается, что это все его великие идеи, все они как бы никому не нужны, они бессмысленны, потому что люди не живут этим. Ну, правда, они не знали, с кем они имеют дело. Евреи люди очень принципиальны, и они никогда, ну, правда, иногда поступают своими идеалами и ценностями. Это как бы столкновение, ведь на самом деле не то, что вот кто-то верит в коммунизм, кто-то верит в социализм, а дело в том, что просто большинство людей трусливы, или они как бы живут стадным чувством. Поэтому если кто-то поднимает голову, он прежде всего вызывает ненависть, и презрение, и опасение, что это опасный человек. Если он все-таки пробивается, потом говорят, ну, мы тоже так думали, мы это знаем. Ведь это ужас именно того, что большинство людей понимают и знают, но они ничего не делают. Я говорю своим сыновьям, никогда не слушайте, что говорит большинство. Большинство всегда ошибается. Истинно, ведь она очень болезненна, она дорого стоит. Чтобы ее сказать, надо отказаться от многого. Недавно я посетил одного моего очень близкого друга, Юрия Канера, который является президентом Российско-еврейского конгресса. Я спрашивал, вот как вам удается вдохновить русских евреев помогать еврейской общине? Тех русских евреев, мой дорогой Йосиф, которых отучили помогать. Вы слышали, конечно, о замечательном мире Ешиви и о духовном руководителе Рэбри Рухам Львовец. Он был свидетелем разрушений большевиков, как они уничтожали синагоги, и шивангов. Если вы думаете, что самые страшные преступления большевиков, это то, что они убили раввинов, разрушили синагоги, запретили Ешивы. Это страшное преступление. Это страшное преступление. Есть что-то, что еще страшнее. Этим они убивали Идышкайт, этим они убивали еврейство. Но они криминализовали, то есть они запретили, по сути, заповедь Здаки, заповедь Милосердия. Нельзя было просить помощи. Это как бы стало пренебрежительным. Но вы знаете, хорошие евреи давали всегда. Конечно, конечно, хорошие евреи, но в целом в обществе идея того, что это на мне лежит ответственность помочь ближнему, перешло на государство, и если бедный просит, пусть идет, работает. И он потому сказал, и это, кстати, упомянул мне духовный руководитель сегодня Ешивы Лейкут в Нью-Джерсии, который сказал, что в связи со словами рабьерухам Левовицы о том, что самым большим преступлением против еврейского народа было то, что не давали людям соблюдать как бы заповедь Здаки, заповедь помощи ближнему, то потому восстанавливать русских евреев нужно как раз заповеди, предоставляя возможность помогать ближнему. Я спросил у Юрия, я говорю, Юрий, как вам удается вдохновлять и богатых, и не только богатых людей в России? И он мне сказал, я когда говорю с людьми, то я внутренне делю их на четыре категории. Представьте себе циферблат, с 12 до 3, с 3 до 6, с 6 до 9, с 9 до 12. Первая четверть это люди, которые думают только о себе, они живут в джунглях. Это откровенные эгоисты. Поэтому с ними говорить о том, чтобы помогать ближнему, они еще не там. Есть другая категория людей, которые же поняли, что они живут как бы в цивилизованном обществе, но все, что их интересует, это что я буду с этого иметь. Поэтому они в этом цивилизованном обществе хотят вести себя цивилизованно, но они готовы дать только при одном условии, если они что-то получают взамен. Никакой принципиальной разницы между дикарем в джунглях живущим, по сути, и культурным эгоистом нет. Потому что идея та же самая. Третье, это когда произошла трансформация, и человек вдруг начинает давать, потому что он любит. Потому что он любит свой народ, потому что он хочет помогать людям. Просто любит людей. Просто любит людей, любит свой народ, любит Всевышнего, любит Тору. У него есть цель, ради которой он готов дать. Не потому что он хочет взять, он трансформирует себя, из человека берущего, эгоистов, человека дающего, альтруистов. Есть четвертый уровень. Четвертый уровень, когда человек не просто готов дать, он готов пожертвовать. И не только пожертвовать имуществом, не только пожертвовать временем, он готов пожертвовать своей жизнью. Он говорит, я не знаю, есть ли такие люди. Это он со мной говорил, вот буквально несколько недель назад. Я не знаю, есть ли такие люди. Нет, я знаю одного. Это Иосиф Менделевич. Я ожидал, что вы это скажете, но просто я по-другому не знаю и не умею. И если не сделаю, мне будет противно самому себе. И это вот, может быть, другая категория людей, которые дают заку и помогают, просто потому что они иначе не могут. Потому что иначе, как бы, они не чувствуют себя людьми. Без всякой выгоды. Когда человек дает за действиями, начинает тянуться из сердца. Поэтому чем больше человек дает, тем больше он начинает любить, тем больше становится его природой. И он не может по-другому. Ему думать не надо, потому что становится рефлексом. Мы говорим здесь о размывании границ, размывании морали. Вот ваш знакомец Юрий Каннер говорит, что есть категория людей. И я вот сталкиваюсь, хочу вам рассказать об эпизоде, по-моему, который много о чем говорит. В каком состоянии, в какой атмосфере живут даже хорошие люди. Так вот, я был в одном городе средней величины. Так не хочу, чтобы это была конкретика какая-то, но это было конкретное случение. И я приехал туда. Мне говорит один из деятелей апсины, вот хорошо, что вы приехали. Наш главный донор, как бы благодетель, скоропостивно скончался, он общественный деятель, а чтобы вы вот и вот как бы представили в еврейской общине. Ну, я пришел на эти, как бы, своего рода, какая-то поминальная церемония, да, люди выступают, рассказывают, что особенно поразило меня. Многие люди говорили, я был в несчастье, и прежде чем я попросил, он уже вызвал меня, предложил помощь. И выступил его брат, его жены. Он говорит, я хочу рассказать такую историю. Покойный, как вы знаете, он был руководителем домостроительного комбината при советской власти. И когда началась приватизация, он, естественно, думал, что, как бы, он по праву, это будет его завод. Ну, были там, как вы знаете, соперники, на него наехали. Ну, и говорит, вы знаете, я руковожу здесь местным КГБ, и мы ему помогли. Понимаете, вот так это идет. Как бы, ты не знаешь, где добро или где зло. Вот этот человек на самом деле был ставленником КГБ. И он, но тем не менее, он помогал еврейское общение. А с другой стороны, он по-прежнему был проводником какого-то влияния, очень часто не КГБ, ФСБ. Понимаете? Очень странный мир такой. Просто я не знаю, как это можно в таком мире жить. Я рассказал это в другом месте, в другом таком среднем российском городе. И мне говорит руководитель общины. Ну, и что я говорю? Я по любому поводу консультируюсь сейчас с ФСБ. Смотрите себе. Ну, где грань проходит? Ведь ФСБ скажет, это не делать, они не будут делать. Я, например, вам сказал, вот я выступаю, знаете, у меня такие интересные рассказы, опубликуйте в местной газете, чтобы люди пришли. Нет, ни в коем случае. Только в нашей общине. Вы не понимаете. Вот это, как бы, тема ФСБ – это отдельная тема. Но я просто хочу показать, в какой ужасной атмосфере, ситуации живут наши земляки в прошлом там. Все понятия морали размыты. Нету четко добра и зла. Может быть, вы знаете, замечательный раввин, который строит еврейскую русскоязычную общину в Тель-Авиве – Иосиф Херсонский. И вот когда мы с ним говорили о положении на Украине, поскольку он украинский еврей, который долгое время жил в Москве… У него были какие-то неприятности, в результате которых он должен был покинуть Москву. Совершенно верно. Совершенно верно. Я даже, честно говоря, хотел пошутить в тот момент и сказать, что ведь он представлял опасность для Российской Федерации, и потому его оттуда попросили. И как мы видим сейчас, что Российская Федерация сама решает, кто представляет для нее опасность, что напомнило мне анекдот советских времен. Спрашивают у армянского радио, с кем граничит Советский Союз? Советский Союз – страна свободная, с кем хочет, с тем и граничит. Так вот, Иосиф Херсонский сказал такую интересную вещь. Он сказал, что когда мы думаем о помощи украинским евреям, ну, им нужно помочь едой, возможно, там нужно помочь средствами для того, чтобы спасать беженцев. Но не в меньшей степени нужно думать о помощи евреям, которые живут в диктаторских режимах, которые болванины. Ведь мы жили все когда-то в Советском Союзе, мы видели многих хороших, в принципе, людей, которые плакали, когда умер Сталин. Правда? Миллионы плакали, когда умер Сталин. Поэтому мы не осуждаем сейчас никого. Мы не осуждаем, просто эту ситуацию страшную. Но у нас, у этой ситуации, есть удивительное, положительное направление. Во тьме хорошо виден свет. Тьмы как таковой нет. А все размыто. Понимаете? Хорошо, когда есть тьма, и есть какой-то лучок света. Тогда этот лучок света нет. А лучика света нет, как правило. Потому что раввина на местах вот такой ситуации, когда дарители, связанные с ФСБ, они по-прежнему живут в ситуации практически диктаторского режима. Йосиф, поэтому у нас с вами за пасхальным столом, у нас уже Пасха не за горами, Пейсах не за горами. Там у нас есть два вида марора. Один марор горький, горькая трава. И у нас есть хорошая сладенькая такая, сладенькая месиво, там орехи, яблочки. И мудрецы нам говорят, что если первое, это помогает нам побыстрее, побыстрее исходить из горького рабства. И если есть что-то хорошее, это то, что горечь очевидна. А вот сладкие лепешки фараона, вот оттуда уйти. Вот как оттуда уйти? Есть все, так сказать, светорадуги. Да, и даже плохо очень, но привыкли. Знаете, как говорят самые эти пастрома, они уже, хотя и труд, но раны как бы привыкли к этому трению, и можно продолжать дальше. И вы знаете, я хочу сказать, что сговорил с одним другом, кстати, Юрий Каннер, упоминаю, прямо в этой же беседе. И говорю ему, вот мы думали о том, как помогать евреям Украины, и подумали, что вот пойти вашим предложениям помогать гуманитарно. Естественно, то есть гуманитарную помощь оказать. Он говорит, может быть, окажите гуманитарную помощь Сахнуту для их перемещения в Израиль? Ну, это еще одна тема. Я сейчас окончил новую книгу по заказу председателя Сахнута, как бы Герцога, который стал сейчас президентом. Он мне сказал, слушай, напиши какую-то книгу, которая подытаживает твой опыт. Мой вывод, один из выводов, это то, что выезд сделали простые люди. Знаете, как известно в Америке, это были простые люди. А был establishment, они принимали какие-то важные решения, но они были увязаны. Знаете, кто называется establishment? Это богатые, влиятельные люди. И они всегда делают какие-то решения с оглядкой на власть. Тоже есть не какая-то свобода. А кто делал? Студенты, студенческая организация. Вот такая простая женщина, как Памела Коэн. И когда Памела Коэн решила издать мою книгу на английском языке, есть такая книга Unbroken Spirit, она говорит, ты знаешь, почему я решил издать твою книгу? Ну, надо было собрать деньги, это огромные деньги. Она говорит, потому что ты человек, который не только, когда-то что-то сделал, продолжаешь свою линию в жизни до сегодняшнего дня. Поэтому о тебе можно писать, и у тебя можно учиться. Ты хотел учить Тару, ты подпольно учил Тару, ты хотел преподавать, и ты продолжаешь что-то делать сегодня. Простые люди делают революцию. Я вам расскажу один эпизод, который я пишу в этой своей новой книге. А Виталий Шаранская еще боролся за своего мужа. И, значит, она сказала, Иосиф, надо поехать в Европу, сейчас с министрами иностранных дел, потому что будет конференция министрами иностранных дел в Европе. Очень важно, чтобы они подняли там вопрос о заключенных Асирей Цион и о моем мужа, и все. Ну, надо как бы строить такую встречу. Пошли к Ицхаку Шамиру. Тогда был министром иностранных дел. Ицхак Шамир принял сразу, надо сказать, его честь и сразу принял. Но когда Виталий сказал, мы хотим, чтобы вы нам устроили через неделю встречу с министром иностранных дел Британии, он рассмеялся. Он говорил, мне, чтобы такую встречу устроить, надо использовать такие каналы и за месяц, может быть, я это устрою, выхочить на следующей неделе. Как говорят, нет никаких проблем. Пошли, позвонили женской организации 35, 35 в Англии. Говорим, вот Рита Эккер, такая известная женщина, вот надо устроить встречу с министром иностранных дел. Он говорит, сейчас проверю. Через минут 15 у нас будет хорошо устроили встречу. Они высчитали, что один из членов их организации работает в форен-офис в Англии иностранных дел. Она прошла через коридор своей подружке секретарь, же министры иностранных дел и сказала, слушай, найди какие-то полчаса, надо устроить встречу. Никаких проблем. Отсюда мы понимаем важность того, что все евреи вместе строили храм в пустыне, Мишкан. Потому что когда мы вместе, один помогает другому, то тогда это огромная сила. Перевращаемся в одно единое целое. Не то, что один помогает другому. Мы – это и есть одно единое целое. Вот в этом великая сила. Я как раз сегодня в Махон-Мире дал урок на эту тему. Сказали люди, которые были назначены по сбору пожертвований для построения передвижного храма. Сказали Мошер-Рабейну, происходит что-то странное, где так несут свои пожертвования, что они просто уже невозможно больше, надо их остановить. И Мошер дал приказ, все, больше не надо, больше не несите. Вы согласитесь, безусловно, что это самое потрясающее место в этом разделе. То есть это говорит о том, что был такой энтузиазм, такой восторг. Раши говорит, что указание о даровании Тары было дано после то, что мы говорим греха золотого льтица. Какое-то компенсирующее решение. Шир-Раши Рим говорит, что вот дарование Тары это характеризуется хатуна вейна кадошбуру хулям исраэль. Есть это известное исполнение баллады, которую выполняет Равшлому Карольбах о Ктубе, в которой была запись. Вторая это Ктуба, это соглашение брачное между Кадошбаруху и народом Израиля. Теперь еще один очень важный момент для того, чтобы дополнить полностью эту мозаику. Вот все утвари храма Мишкан передвижного, она составляла по подсчетам порядка 3000 килограмм. И надо было нести практически, там было несколько повозок, но практически все это было надо было нести на руках. Вот представьте себе Арон Кодыш, ну при всем том, что он небольшой, но там очень много веса, много золота, и вот это же не то, что идешь по асфальтовой дороге, идешь по песку, и надо еще нести на себе, это просто невозможно, непонятно, как люди это могут делать. Так, ответ очень простой. Я говорю, мы знаем, что когда в случаях, когда нет Ирува, то в субботу нельзя взять с собой маленьких детей, потому что даже если они некоторое время идут, потом они будут проситься на ручки, а мы знаем, что нельзя ничего брать в руки, поэтому если он сам может идти, хайносэйтатсмо, тогда его можно брать. Так вот, Арон Кодыш, он был хайносэйт, это единственное объяснение, как в таких условиях 38 лет могли на себе, нести на себе этот ковчег завета, этот Арон Кодыш, потому что он нес сам себя, какая энергия его несла на себе, любовь народа Израиля, любовь народа Израиля, это та энергия, которая несла, там внутри этого алтаря, говорят, Арон Кодыш, была заключена огромная сила, огромная энергия любви, как мы знаем, нет ничего сильнее, чем любовь, но обычно говорят, любовь, пяная к девушке, это тоже на самом деле делает большие чудеса, любовь человека к родине, это вообще самопожертвование, а представьте себе, это второй, а третий уровень, любовь человека, народа Израиля, к Ашему, за все, что он сделал, это огромная сила, Арон Кодыш, он был выслан любовью, и где мы видим, говорит Раше, выражение этой любви, вот это принесение, это восторг, вот реальное воплощение тому, несли без конца, когда можно снимать с себя серьги, снимать с себя обручения, нести, сейчас у нас пишут, если кто-то пожертвовал в синагогу, пишут на стене, есть там плей какая-то, плошка там или еще что-то, никто же это не знал, ничего не именного, люди были преисполнены такой любовью, что все, что они принесли все эти предметы, утвари храма, они были охвачены, они были напоены любовью народа Израиля к Ашему, и поэтому, когда эти все металлы и все драгоценности стали частью Мишкана, это было действительно энергетический какой-то как бы центр, там была огромная энергия, которая была вложена в это дело, Араши говорит, но представьте себе, когда человек сделал что-то плохое, и он понимает, что все пропало, и вдруг ему говорят, ты можешь исправить, представьте себе, какой восторг его охватывает, гораздо больше даже, чем сам факт того, что ты вышел из Египетов, но вот сейчас тебе есть возможность исправить по-настоящему, вот откуда берется вся эта великая энергия, вот как бы то, что они несли, 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 наверное, все отдали, ничего у них не отстал, все не снилось, потому что Рабаин сказал, хватит, не надо слишком много, говорит Араши, это такой восторг может быть только у Балчева, который понимает, что сейчас его прощение принято, да, и это великая радость, когда мы понимаем, вообще мы все понимаем, да, что мы можем измениться, что мы можем стать лучше, что мы можем стать хорошими евреями, это такой восторг, ради этого ничего не жалко. И это, удивительным образом выделюстирует ту мысль, с которой мы начали с вами разговор, мы говорили, что есть люди, которые хотят брать, и говорили о том, что, а есть люди, которые хотят дать, и вот... Ну вот если даже те люди, которые хотят брать, окажутся в ситуации, когда вроде бы все, беспросветно, ничего нельзя исправить, и вдруг говорят, можно исправить, ой, какое счастье, какая радость, я могу исправить что-то, что для этого нужно? Давай, 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 еврейскому народу. Но удивительная, мне кажется, мысль здесь заключается в том, что чем больше человек дает, тем больше он любит, тем больше у него сил, и тем больше он не только отдает, но и получает. Понятно, потому что, когда он отдает божественную энергию, он, соответственно, получает божественную энергию. Это же как бы, как мы знаем, мы все учили физику, это же не one way, это создается какое-то огромное, сильное поле, даже не магнитное, не электрое, какое-то поле божественной любви, когда мы все купаемся в этой любви, это так здорово, мы просто наслаждаемся, вот как бы, вот дожить бы до этого момента, когда мы все будем испытывать и жить в удовольствии вот этой любви. говорят, и написано в таре, Мошер Абейну спустился в третий раз с горы Синайской, лицо его светилось, что это было излучение, он излучал божественную любовь, любовь Ашема к народу Израиля, которая получилась в результате того, что мы ему дали свою любовь, и эта любовь генерировалась, и теперь она обращается над нас. Потрясающая совершенно мысль, и в этом смысле каждый из нас должен помнить, что мы являемся ничем иным, как проводником некой божественной любви, которая идет через нас. Даем и получаем. Получаем гораздо больше, чем даем. Я хочу упомянуть Виктора Фрэнкеля, который в концлагере в немецком, будучи в Освенциме, писал в своей книге «Поиск смысла «Mand search for meaning», что бывали разные люди там в концлагере, то, о чем, собственно, о чем мы говорили, что были люди, которые вели себя, как по предположению Зигмана Фрайда, они вели себя как животные, на низменных инстинктах и рефлексах, но были и другие, которые вели себя как ангелы, которые заботились о других, которые помогали другим. И если вы спросите у меня, кто имел больший шанс выжить, Виктор Фрэнкель говорит, именно те, кто помогали другим, выживали скорее. На иврите книга Фрэнкеля называется «Человек ищет смысл», а вы написали «Человек ищет веру». И это как раз та книга, которая выйдет, правильно? Да. На каком языке? На иврите. Я хочу пожелать вам, чтобы Всевышний послал нам благословения, и у вас была возможность издать эту книгу также на русском языке, и чтобы вы могли делиться той силой и той верой, которую вы обрели в тех боях, и помогать каждому из нас на своем месте, потому что каждый на своем месте, каждый должен, так сказать, и каждый должен держаться там. Хочу также послать мои благословения как народу Украины, так и евреям Украины, и также евреям России, потому что в этот момент, о котором мы с вами говорим, правительство России заявило о том, что оно признает сепаратистов, и, судя по всему, это является причиной для вторжения. То есть, судя по всему, начинаются там военные действия. Дай Бог, чтобы был мир все-таки, чтобы все были целы и здоровы. Хочу выразить вам огромную-огромную благодарность. Взаимно. Спасибо. Вам хорошей поездки в Америку, чтобы вы вдохновили наших американских евреев, чтобы, во-первых, они любили и помогали друг другу, еврейскому народу, Израилю, и, конечно, чтобы все-таки, следуя за вами и вашей борьбой, больше их приселялось сюда, в Иерусалим. Амин, Кенни, Ратсон. Всего самого хорошего вам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова